Как у вас вообще здесь, в Турции? Очень же, в Турции хорошая страна! Апельсин вкусный, сладкий, женщина горячий, волосатый! Привет, экстремалы! Ну что, дождались? На канале рубрика Wake Around. И сегодня мы в жаркой Турции, а конкретно в Анталии. Этот красивейший город расположен на южном побережье Турции, где лето длится 8 месяцев в году. И уже в апреле температура воздуха здесь прогревается до 20 градусов. Мы держим путь в Экпарк Хипнотикс. Из аэропорта до Хипнотикса можно заказать трансфер в самом парке. Но поскольку мы остановились не в парке, мы арендовали машину. Арендовать тачку в Турции стоит от 25 евро. Ну что, поехали посмотрим? Хипнотикс находится на одном из съездов трассы Анталия-Манавгат. Дорога до парка занимает 30 минут. Всю дорогу нас сопровождал запах цитруса. Символ Анталии, апельсины повсюду. Парк находится в одном из таких полей. Но будьте внимательны, не пропустите поворот на Хипнотикс. Указатель прячется за деревьями. Вот мы и приехали в парк Хипнотикс. Вот этот легендарный вход с досками. Наверное, здесь каталось очень много знаменитых людей. Ну что, пойдем посмотрим? Мы хотели остановиться на три дня. Отказали, мол, нет свободных мест. Но сложилось ощущение, что приехавшим на неделю места бы нашлись. Я уже говорил, поселились мы в соседнем городе. Дневной билет стоит 35 евро. Недельный же билет будет стоить уже 200. В стоимость входит кайтовая доска, шлем и жилет. Доска с ботинками стоит 10 евро. А вот чтобы кататься по фигурам, вам нужна доска, за которую вы будете выкладывать каждый день по 30 евро. Хипнотикс состоит из трех искусственных озер, которые постоянно питаются прохладной горноисточной водой на пути от Таврских гор до Средиземного моря. Озера имеют глубину около 170 сантиметров, что позволяет поддерживать воду довольно теплой большую часть года. Первое озеро предназначено для новичков. Скорость здесь меньше, чем на двух других. Это мой друг Андрей, и он новичок. Как сам говорит, продвинутый. Основное озеро второе для более подготовленных райдеров. Знакомьтесь, Роман Оводов. Тренер сборной России по вейкборду. И это он только начинает раскатываться. Первый день в парке, каталка в лайт-режиме. Потом он скажет, на доске мне кататься гораздо проще, чем ходить пешком. И это заметно. На двух озерах располагается 16 фигур разного уровня сложности, по которым можно кататься как на вейкборде, так и на бейкскейте. На третьем озере располагаются две ревертивные лебедки системы Rixen Little Bron. Здесь можно разучить новые флетовые трюки или изучить азы вейкбординга, как Юля. На всей территории Хипнотикса доступен Wi-Fi. Всегда можно оставаться на связи. Для удобного общения повсюду разбросаны большие подушки. Кроме посетителей, их очень любят местные псы. Также доступны ночные катания и развлекательная программа по вечерам. Но для нас не в этот раз. Ровно в час дня по звонку колокола все райдеры собираются за одним большим столом. Шведский стол здесь стоит примерно 7 долларов. Ну что, я уже изрядно проголодался. Пойдемте попробуем, что сегодня на обед. Здесь большое разнообразие блюд. Мясо и бобовые гарниры. Полно салатов, фрукты и освежающие напитки. Ну и, конечно же, все начинается и заканчивается макаронами. Ведь углеводы здесь сжигаются с огромной скоростью.